итак ладно погнали дальше в замок наконец-то я надеюсь но перед этим надо поменять классы персонажем они уже освоили свои классы так ну милую пусть пусть этот класс выучит матри нет не надо так дальше а вот юни и ничего далеко так тайн как бы у нас хиллеров особо нет ну ладно я думаю двое нам хватает два хиллера три танка едва атакующих мне все-таки наряд него не нравится вот этот как-то не очень очень другой возьмем давайте вот это черненькая или а стоп то есть то ей нужно бы расходить этот класс начал так тайн тоже выглядеть не очень это неплохо вот это нормально ну все теперь мы готовы и и Субтитры делал DimaTorzok Королевский замок Алкомод Интересно Как вы думаете, что чувствовала Этель? Действительно ли это было то, чего она хотела? Это мое личное мнение, но Жизнь определяется моментами Твои поступки определяют тебя Думаю, она находила в этом ценность Добиться чего-то за ограниченное время, которое ей осталось Один определяющий момент Вот что она выбрала Думаешь, Мио-чан чувствует то же самое? Я высказал тебе свое мнение Я уверен, что у Мио есть твои мысли по этому поводу Хотя, я знаю, что у нее осталось не так много времени И, следовательно, я здесь и сейчас Итак, ты выбрал свой путь С тех пор я боялся сделать этот первый шаг Но теперь я могу это сделать Понятно Думаю Ты действительно думаешь, что они придут? Они придут Можешь на это рассчитывать Да? И что потом? Если ты захочешь обнять То можешь не рассчитывать на меня Я хочу показать кое-что ее величество Да? И что же это? Я хочу сказать Она даже не Она должна быть там, чтобы увидеть, как умирает надежда Чему это сейчас? Она может это увидеть Ее величество занимает Ту же нишу существования, что и мы Так, ребят А вот теперь стало реально интересно Так, надеюсь Походу, аниме я закончила Сейчас начинается серьезное дерьмо Ну, насчет Йорона Я думаю, вполне можно понять, почему он консул Потому что, ну Эн Скорее всего Как-то связан снова Это точно Сразу за этими вратами мы найдем гарнизон колонии 11 За ней находится жилая зона Оттуда идет дорога к главным вратам замка Понятновение через врата будет непростым Ожидается серьезная битва Да Поэтому мы пойдем в обход через пещеры Через парящие рифы справа И промчимся за замок Именно там мы найдем эфирную шахту И служебный вход, который я упомянул Понял А мне стоит здесь долго торчать Давайте направимся к этим рифам, как ты их назвал Хорошо, сюда Следуй за мной Хм Я уже думал, что мы сейчас направо вам пойдем Типа, в смысле Так, это приведет нас С задней стороны Замка У, тут высоко Ага Ну, походу, мы будем быстро путешествовать по этим канатам Слушайте Все это выглядит очень знакомо Хорошее приземление Да, ребят Вам это знакомо? Локации, правда Там были связаны телепортами Ну да ладно Какого? Ну, кот Помнишь, что место в Ксенобледе С морем, с островами Где телепорты были В первой части Возле алкомоты Я же не помню, что точно называется Сталокация Вот, я знаю Но я говорю, что похоже То, что той локации Потом не стало Это уже другое Хотя Вот, Астар делал Кстати, да Возможно, как раз-таки Разорванные плечи В общем, веселые локации Астар, да? Да Вполне Это черный туман В общем, да Есть вопросы Ну, сейчас мы пойдем К королеве Заставим все Нам рассказать Что здесь происходит Какого черта? Надеюсь, вы готовы Момент истины Походу близок Вот там какой-то редкий лут Ой, стоп-стоп-стоп-стоп Что я делаю? Хотел только костюм поменить О, боже Ммм, тот еще не открыт Ладно Да, кстати Нужно ланцу класс поменять Ну, он может Зефир Ммм, да Ммм, да Как бы Предположение уже есть Слишком многое намекает На эту Но посмотрим Действительно ли это так Так, код Так, код Ну, там паук Ну, там паук появился Ну, и как бы Да, вилдер Ну, и сейчас Как бы Идем вообще-то Уничтожить аннигилятор А не за королевой Это я так сказал Можно было бы Соскочить и к ней Кстати И задать пару вопросов Да, сейчас берем королеву В мешок засунем И погнали Уйдем куда-нибудь Безопасное место Там уже займемся От допроса Ничего сложного А потом пойдем Из-за второй Кому собой Вот-то что это Мерку Хапиба Это Свинокролики Да, блин Дувак, давай мы И сейчас будем Это надолго Тут много черного тумана Почему ничего не происходит С аннигилятором Я могу даже Я не могу даже Предположить Но я бы сказал Что замок Имеет к этому Какое-то отношение Контейнер Вон он Так Бит-бит Друзья Должно быть Работать вместе С Шел-шелом Да Откуда Ты узнал Знание Это сила Ни одна Никакие Сплетни Не укроется От уш Бит-биты Вот камень Спасибо Бит-бит Предпочел бы Сидеть без дела В отличие От легкомысленного Селфи-фи Спасибо Мы позаботимся О том Чтобы это Дошло До Шел-шела Рассчитываю На вас Ей Кстати Да Надо бы Поесть Рейзер Ну Хорош Конечно Так Экспа Я Мне на Сипи Нужно С Экспой Проблемы Нет Так Ну Я думаю Бонус Опыт Можно уже Потратить Нормально 49 Бедные Боссы Мы их будем Просто уничтожить Вот он И черный туман Тоже Достаточно Малое количество Людей Тут Пробраться Колония будет Безопасна Как вы думаете Они даже Должны быть Порядки Мы давно Не видели Света Я думаю Это хороший знак Давайте двигаться Тот факт Что мы убили Консулов Наверное Уже Старая новость Могли бы уже Привести в пример Несколько человек Они не ожидают Что мы Проберемся На борт Мы заставим Их врасплох Давайте Ворвемся Туда Завалим Их Выйдем И готово Вообще-то Возможно Они уже Предугадали Наши действия Не Приятель Да ну Сами подумайте Откуда они могли Знать Где мы будем Это не может Быть Совпадением Конечно Это могла быть Интуиция Со стороны Этель Но мы Должны быть Реалистами Значит Это ловушка Ты хочешь Повернуть назад Нет Мы пойдем Мы не можем Повернуть Сейчас назад Мы не можем Допустить Чтобы их смерть Была напрасной Значит Ты готов рискнуть Это действительно Звучит так плохо Знаешь Кажется Мне это даже нравится Окей Ну они уже Сами поняли Что это ловушка Это уже хорошо Офак Это совсем Не хорошо Ладно А может быть Наоборот Даже хорошо Ой Упс Промахнул Серьезно Юни Серьезно Дерьмо Случается Ну Матвей Так ее повесили Еще в конце Первой главы Оно так и не стреляет До сих пор Он походу Скоро выстрелит Серьезно Немного Матвей Серьезно Серьезно Матвей Серьезно Серьезно Что это Оно так и не стреляет Может быть ... Что это Оно так и не стреляет Похоже, ты был прав, но здесь целая куча контейнеров Желанный подарок для легкого проникновения Давайте пройдемся по плану еще раз Во-первых, мы должны добраться до этих контейнеров незаметно Пока что все понятно Если кто-то нас заметит, мы как низи Мы расправимся с ними быстро и бесшумно Как только мы окажемся внутрь Дожидаемся подходящего случая, чтобы пройти через загар Наша цель здесь Технический люк, который ведет наружу Оттуда мы направимся на внешнюю палубу Верно Врагов там должно быть меньше Затем двигаемся к главному корпусу Если мы доберемся до него, как мы его уничтожим Я могу проинформировать вас о дальнейших действиях После анализа данных, которые мы получили от боли Ариза, я обнаружил изъем в конструкции аннигилятора Слабое место? Именно Вот Оружие разработано таким образом, чтобы временно обезвредить черный туман Сконденсировать и собрать его, а затем выпустить одним выстрелом Наш лучший вариант уничтожить узел нейтрализатора, из которого он черпает энергию Но он расположен во внутренние помещения замка, добраться будет нелегко Оказавшись там, нам нужно будет проверить автобалансер в корпусе ствола Скорее всего, он был построен в спешке, и подвижный стол крепится к внешнему кольцу, которое вытязать Но кольцо недостаточно прочное, чтобы выдержать вес ствола Так, но кольцо недостаточно прочное, чтобы выдержать вес ствола И поглотить отдачу Вот почему автобалансер был добавлен после строительства в качестве довеска, так сказать Значит, мы просто должны разнести эту штуку на куски Разнести его, и все кольцо начнет рассыпаться Разнести его, и все кольцо начнет рассыпаться, а ствол урукнет по собственному весу Насколько прочен автобалансер? Он не слишком прочный Нет, ничего такого, с чем муроборот не справится Такая это что за штука? Это механизм охлаждения ствола Ствол требует огромное количество энергии Ее нужно постоянно охлаждать, чтобы удержать энергию под контролем Я удивлена, что она такая огромная Похоже, ее тоже построили быстро В ней есть объем и тяжесть Наверное, они не могли сделать его меньше Спешная работа, да? Ладно, мы все готовы идти Да, хватит оттягивать Давайте сделаем это Ну, ребят, звучит все легко и просто Стелс А, ну, да, принес струсы Пять, шесть врагов Пять, шесть врагов Четыре, один Уэй, там 64-й уровень А, стоп, я ж не туда пошел Твою Твою Ну же, поспешите И погрузите вещи Которые должны быть отправлены в колонию Пять в транспорт А вот это должно отправиться в замок Слышали? Они направляют это в замок Спрячемся В том контейнере Сама незаметность Ладно Начинайте погрузку Продолжение следует... Итак, где находится технический люк? Он находится в резервной зоне На верхнем уровне Сначала нам нужно будет воспользоваться лифтом Который поднимет нас на этот этаж Охраны не вижу Слишком туманно, по мнению Маны Мананы Если мы собираемся двигаться То сейчас самое время Однако Мы наклонимся внутри Двигайтесь быстро Усмотрите в оба Конечно Ну астр, да Хороший момент Вспомнил Тут, к сожалению Ничего подобного не было Плановый ТН Удался без проблем Ланс Потеши не ори Ну, по идее Мы можем вон там Пройти Чем больше мы сражаемся Тем больше риск Тогда мы не будем драться Мы тупо пробежимся Ну, кот Эта игра не про стелс В этой игре стелс вот такой Ну, можно было бы просто Каст-сцены все сделать И все Раз нет какой-то механики Селса нормальной Вместо вот этого на самом деле И типа все Эх, эти игровые условности Ой, господи Кот Да Отличная вещь Эх, эти игровые условности Ну, фармить нам не нужно К счастью Мы пофармили В сайдах достаточно 29-й левел Нормально Враги 80-го О Вместо отдыха Ну, тут по идее Можно было целый Металгир сделать Только без карточек Пожалуйста Здравствуй, Гис Кстати Я вам с самого начала стрима Вроде Что, обязательно? Походу, да Ладно Не, ну что Стелс нормальный Все Тут нужно открыть дверь Самому Они специально это сделали Чтобы мы не пробежали Найфиш Найфиш Каждый Найфиш ну наверное они все нормально как раз а а че я и 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 Продолжение следует... 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 о нет а вот это плохо ребят собственно вот что происходит если мы слишком долго бьем врагов как нам и сказали придут еще подмога сейчас еще блин эти ублюдки такие живучи да еще троих бросили рад на 43 уровня вот игра не настолько популярна а и и и и и и и и и алекс код поздравляю восьмой уровень это неплохо а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Они это не так назвали, но плюс им не порядок. Да блин. Слушайте, ну тут по идее можно неплохо так попармить. Учитывая, что они всё прут и прут, походу это бесконечно будет продолжаться. Вот где 99 лвл можно взять. Нужно будет ребят иметь в виду на будущее. Если в паузе выбрать свои линии, то не выйдут в виду на зиму. Патролею! Выкручиваем. Его не помогли. подмога и и и и Зай, что в этой игре нужно сделать для, хотя бы вот для этой ульты, так сказать, турбомод, как Хисеки. Но с ним все было бы довольно быстро. Сейчас я пройду игру и такой, выйдет патч с турбомодом, я такой, ну клево. Ну вот это такое. Ну, гайз, вообще-то нет, он вполне потянет. Я в монолит верю, они смогут это сделать. Ну, гайз. Ну, гайз. Ну, гайз. Ну, гайз. Ну, гайз. Ну, гайз. Ну, кот, это о многом говорит. Гайз. Ну, как бы, гайз. Гайз. Ну, как бы, гайз. Паин. Ну, вот и вот. Ну, как вы? Гайз. Длинный бой. Фак, это еще не все, вы издеваетесь? Да, обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok